Новоуральская система образования славится прочным и основательным подходом к образовательному процессу. Огромную лепту в это вносят статусные школы Новоуральской гимназии и лицеи. Среди них особое место в системе образования занимает городская гимназия. Она по праву считается элитной школой города, давая на протяжении 30 лет фундаментальное образование выпускникам, состоявшимся в жизни. 30 лет успешной подотворной работы гимназия во все времена сохраняла лидирующие позиции на внешнем контуре, при этом умело сочетала удивительный климат, атмосферность школы, приумножая традиции и трепетное отношение друг к другу внутри гимназической семьи. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги, ветераны. Я хочу от себя, от главы города, просто от души поздравить вашу необыкновенную гимназическую семью с днем рождения. С небольшим юбилеем, с таким интересным возрастом, с 30-летием. Семью, у которой сложилась уже своя жизнь. Семью, у которой многое позади и огромный путь впереди. Семью, которая чтит традиции. Гимназия, которая родилась 30 лет назад, глубоко корнями вросла в 47-ю школу. И здесь есть ветераны, я знаю, что они работали еще в той школе. Семью, которая любит сегодняшних своих родителей. Семью, которая обожает детей, растущих каждый год новых, молодых, юных. Как отметила заместитель главы администрации по социальной политике, и налобовая гимназическая семья чтит традиции и прошлое. Помнит учителей, которые стояли у истоков создания элитной в городе школы и первого директора Рудольфа Алексеевича Коровина. Под его чутким руководством зарождалась Новоуральская школа успеха в 1992 году на базе школы номер 47. А задача построить гимназию для одаренных детей была непростая. Тем более в лихие для страны 90-е годы. И очень важно, что решение о создании гимназии в то время поддержали в администрации Новоуральска глава Леонид Кузьмич Пенских, в Горану руководитель Геннадий Демьянович Семенов, а затем и новый руководитель управления образования Галина Михайловна Новикова. И сегодня, спустя 30 лет, школа следует своему главному принципу – гимназия – территория успеха. Все, что мы сделали тогда с педагогическим коллективом, доказывает, что мы не сделали ни одной ошибки. Все, что было задумано, все воплощается. Гимназия не стоит на месте, очень активно развивается. Это самое главное, потому что только развитие дает успех на будущее. И пожелание только одно – так держать, не стоять на месте и развиваться. Инновационный подход в образовании, знаменитые уроки МДО междисциплинарного обучения, которых больше нет ни в одной школе города, которые помогают мыслить, выдвигать собственные гипотезы ребятам и отстаивать свою точку зрения в любом вопросе. За 30 лет городская гимназия выучила и воспитала тысячи людей, которые состоялись в жизни. Среди них и начальник управления образования Татьяна Николаевна Аленькина, которая с такой теплотой говорит о школьном времени и о высоком уровне развития городской гимназии. Это великий труд – быть успешным самому и делать успешным детей. Гимназия – это подвластно. Вы все покоряете вершины – одну, другую. И, скорее всего, именно гимн, тот, который сочинила Галина Григорьевна, дает тот импульс... К познанию, к единению. Гимназия славится не только своими традициями, гимном школы, но в первую очередь педагогическим коллективом. Здесь трудятся научные работники, заслуженные учителя России, кандидаты наук и победители профессиональных конкурсов разного уровня. Кстати, на торжественном приеме представили педагогический альманах, инициаторы его создания – Алла Ваганова и Антонина Залецкая. Они сформировали пособия для всех педагогов, рассказав о технологиях формирования субъектной позиции обучающихся, как в условиях достижения метапредметных результатов в обучении. Алле Витальевне в этот день вручили большую награду. Почетный работник российского образования. Здесь, в городской гимназии, каждый учитель – профессионал своего дела. Главное – неравнодушный, стремящийся к успехам своим и детей, умеющий среди бесконечной бумажной волокиты найти время и возможности для инноваций в образовании и для каждого гимназиста. Им не все равно. Они душой болеют за каждого ученика, чтобы дать им крепкие знания и возможность покорять самые высокие вершины в образовании. Гимназия – это место, где не все равно. Учителя не просто делают свою работу, учителя, учителей горят глаза, они вкладывают свою душу. Это не простые слова, ты действительно это понимаешь, когда выходишь в жизнь, когда преподаешь. О любви к родной гимназии говорили на торжестве и дети, которые с таким трепетом сохраняют традиции большой гимназической семьи, любят школу, как умеют. И об этом они рассказывали не только со сцены школы, но и съемочной группе Новоуральской вещательной компании. Мне очень понравился уровень, прежде всего, педагогов, и сам факт того, что гимназия – это одна большая семья. Мне всегда прививали такие ценности, как уважение к старшим, уважение к другим людям, в принципе. И я считаю, что это одни из самых важных ценностей в современном мире сейчас. Ощущение, будто это день рождения у твоего хорошего друга или прямо у ребенка, у твоего буквально. И поэтому все гимназисты очень рады. Поступила сюда, когда гимназия стала гимназией. Поэтому выпустилась, когда ей было 10 лет, а сейчас я здесь работаю педагогом-организатором. Мы организовываем это событие, этот концерт. И я работаю здесь, вернулась в свою родную школу. Это огромный плюс гимназии, потому что она объединяет вообще всех. Гимназия для меня – это чудесное место, в котором всегда комфортно, в котором учителя очень приветливые. Каждый день – это как новое событие для тебя. С удовольствием в школу идешь? Конечно. В юбилейный день рождения в гимназии состоялось еще одно знаковое событие. Старшеклассникам выпала честь оставить послание будущим 11-классникам, заложив на первом этаже учреждения капсулу времени. Какой флагман без капитана? На протяжении 17 лет гимназию возглавляет Людмила Олеговна Похарева, почетный работник образования. Харизматичная, глубокая, целеустремленная, умеющая сплотить учителей и дать им возможность для самореализации. Ее любят и дети, не боятся рассказывать о волнующих их душу вопросах. И такое взаимное уважение, трепет чувствуется во всем, к чему прикасается большая гимназическая семья. Я очень волнуюсь. Наверное, как 1 сентября 2006 года, когда давала клятву перед лицом гимназистов, обещая поддержать все то, что вы начали когда-то, продолжить и приумножить. Это очень ответственно. Но я считаю, что благодаря такой команде, основу которой заложили именно вы, именно вы, Рудольф Алексеевич, огромное вам за это спасибо. Мы работали и будем работать, делать все, чтобы вас не подвести. Городская гимназия – обладатель национальной премии элиты российского образования, а также лучшие инновационные школы России. Гимназия высшей категории. О том, что выпускница проекта «Школа Русатома», городская гимназия – лидер в образовании, свидетельствует статистика. За 30 лет успешной работы гимназия заняла 8 607 призовых мест в спортивных состязаниях, 10 590 в творческих проектах и конкурсах, 13 868 в интеллектуальных. Гимназию окончили 362 выпускника с золотой медалью. 19 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. И эти заслуги – большая совместная работа педагогов, учеников, родителей под руководством директора Людмилы Олеговны Пухаревой. Новоуральская городская гимназия – это 30 лет лидерства, стабильности и качества образования. Гимназия вносит свой огромнейший труд в воспитание элиты России. И пусть так будет всегда. ВИВАТ – городская гимназия. Наталья Раул, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.